Время новостей на нашем телеканале в студии. Олеся Кайряк, здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях в стране и мире к этому часу. Улицы превратились в настоящие реки, по которым еле двигались автомобили. Время новостей – нервы, долгие минуты ожидания и заблокированные из-за разбушевавшейся стихии движения транспорта. Этим утром проливной дождь в столице доставил немало проблем местным жителям. На некоторых участках дорог образовались пробки, а несколько троллейбусов встали из-за сильных потоков воды. Часть маршрутов общественного транспорта курсировала с задержкой на десятки минут. В то же время в ГЧС предупреждают, что есть риск наводнений. В понедельник утром на некоторых участках Кишинева было настоящее наводнение. Сильный дождь превратил улицы в реки. Местами уровень воды полностью покрывал колеса с трудом движущегося транспорта. В социальных сетях появилось множество видео и фотокадров. Такая ситуация была на улице Ионокрянги, которая сейчас ремонтируется. Улица Каля-Ешелур стала практически непроходимой. Пешеходам приходилось идти сквозь потоки воды, порой выше щиколоток. В Дурлештах, например, нескольким троллейбусам пришлось долгие минуты идти сквозь сильные потоки воды. Транспорт вставал один за другим. И из-за этого формировались пробки. Несколько троллейбусных и автобусных маршрутов шли с задержкой вплоть до 15, а то и больше минут. А другие были перенаправлены на соседние улицы. Об этом сообщили представители управления Риджия Транспорт Электрик. Людям приходилось проводить долгие минуты, ожидая пребывания общественного транспорта. По данным спасателей, из-за проливных дождей есть риск локального затопления и подъема воды в малых реках. Так, с 5 по 7 июля уровень воды в некоторых регионах может подняться до 1 метра. В этой связи госинспекторат по чрезвычайным ситуациям обращается к представителям местной администрации и экономическим агентам, в чём ведении находится водохранилище. Обратить внимание на состояние плотин, мостов, а также путей отвода воды. В случае экстренных ситуаций обращаться в службу 112. В то же время гидрометеослужба объявила жёлтый код непогоды. В течение двух дней по всей стране ожидаются грозы, ливневые дожди, местами с градом и сильными порывами ветра. А температура будет колебаться от 22 до 27 градусов. К среде метеорологи обещают потепление. В конце недели воздух прогреется до плюс 33. Серьёзная авария произошла на трассе Ханчешты-Мерешены. Три человека оказались в больнице после того, как автомобиль, в котором они находились, провалился в яму на участке дороги, закрытым на ремонт. Полиция начала расследование дорожного происшествия. Авария произошла в воскресенье вечером около 23.00 на выезде села Мерешены. По данным полиции, водители проигнорировали дорожные знаки и поехали по дорожной полосе, закрытой на ремонт. В результате обе машины провалились в яму, которая была вырыта для ремонтных работ моста. 46-летний водитель и двое его пассажиров в возрасте 17 лет были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Другой шофёр и его пассажир не пострадали. Оба авто сильно повреждены. Представители правоохранительных органов заявляют, что результаты проверки водителей на алкоголь показали, что они были трезвыми. Полиция начала расследование для установления всех обстоятельств дорожного происшествия. Другим темам. Этим утром были задержаны глава Бельского муниципального инспектората полиции Валерий Кожакару, председатель ассоциации боёв и шоу ФИА Дарин Дамир и инспектор пограничной полиции. Информацию нашему телеканалу подтвердил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Прокуроры в понедельник провели обыски в домах, офисах и в автомобилях некоторых подозреваемых лиц в рамках расследования дела бывшего управления спецоперацией МВД. С более подробной информацией мы вернёмся в следующих выпусках новостей. Далее о событиях на политической арене страны. После 16 часов в СИЗО лидер партии Пачи Георгий Кавкалюк и двое других членов формирования, которых накануне задержали в московском аэропорту Шереметьево, вечером 4 июля вернулись в Молдову. В Кишинёвской воздушной гавани их цветами и аплодисментами встретили сторонники и члены политформирования. Я рад, что вы сильны, каким был и я. Каждую пережитую там секунду я думал о том моменте, когда вернусь и мы продолжим борьбу за Молдову, не будем стоять на коленях ни перед кем, не дадим им растоптать нас. Напомним, лидер Пачи и два кандидата в депутаты были задержаны накануне утром Шереметьево. Они направлялись на предвыборную встречу с представителями диаспоры в Санкт-Петербурге. Причиной задержания якобы стало несоблюдение правил въезда на территорию Российской Федерации. Сам Кавкалюк заявил, что и он, и его коллеги прошли вакцинацию от коронавируса и при себе имели отрицательные ПЦР-тесты. Он утверждает, что за этими действиями стоят его политические оппоненты. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел и Европейской интеграции отметили, что лидеру партии «Строим Европу дома» въезд в Россию запрещен. И, зная об этом, он сознательно нарушил ограничения, чтобы спровоцировать собственное задержание. Представители политформирования эту информацию опровергают. Политическая семья партии Шор растет и молодеет. В воскресенье, 4 июля, в Криулянах была образована молодежная организация политформирования, насчитывающая 250 человек. Это новый этап в политическом развитии команды Илона Шора, отмечают представители партии. Деятельность партии Шор нацелена на обеспечение достойного будущего Республики Молдова. А будущее – это молодежь. Криулянская молодежная организация будет притворять в жизнь цели и задачи партии на территории всего района. Это молодежь, которая стремится к лучшей жизни, хочет оставаться на родине, работать здесь, желает, чтобы их семьи и дети, поскольку часть из них уже создали семьи, оставались жить у себя на родине. И они знают, что только политическая партия Шор способна воплотить эти надежды. По словам Виолетты Иванов, в скором времени подобные молодежные организации будут действовать в большинстве районов. В настоящее время ряды партии Шор насчитывают около 75 тысяч членов. Политформирование является одним из самых многочисленных в стране. Продолжаем выпуск. Граждане, прошедшие иммунизацию от COVID-19, вакцины «Спутник Ви» в рамках марафона, организованного во Дворце Республики 26 июня, приглашаются на введение второго компонента. Мероприятие состоится там же 17 июля. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы столичного управления здравоохранения Борис Гылко на сегодняшнем заседании мэрии. Таким образом, ожидается, что 4 тысячи граждан получат вторую дозу вакцины «Спутник Ви». По данным муниципалитета, более 4 360 человек были вакцинированы от COVID-19 во время последнего марафона, проведенного во Дворце Республики. Тогда люди могли выбирать между препаратами «Спутник Ви», «Астрозенека» и «Синофарм». До сегодняшнего дня в Молдове было введено свыше 740 тысяч доз сыворотки. Полностью прошли иммунизацию примерно 279 тысяч человек. Скорбная весть. В понедельник, 5 июля, на 82-м году жизни скончался выдающийся советский российский кинорежиссер, сценарист-продюсер Владимир Меншов. На сайте киноконцерна «Мосфильм» уточняется, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. 26 июня российские СМИ сообщили о том, что Владимир Меншов заболел вирусом COVID-19 в легкой форме. Но в последние дни его состояние резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на усилия врачей, Меншов этим утром скончался. Широкую известность и любовь миллионов зрителей не только в России, но и во всем мире Владимир Меншов приобрел благодаря снятым им картинам, в числе которых «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». Фильм «Москва слезам не верит» в 1981 году был удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, Меншов сыграл более ста киноролей, написал сценарий к ряду фильмов, являлся лауреатом государственных премий Советского Союза и Российской Федерации. Весной 2021 года стало известно о принятом Владимиром Меншовым решении участвовать в выборах в Российскую Госдуму по спискам партий «Справедливая Россия» за правду. Коллеги по политформированию отзывались о нем как о человеке, которому никто никаких приказаний и даже пожеланий давать не может, потому что он огромен, он воплощение русской культуры. В одном из своих последних видеоинтервью Владимир Меншов признался, что преодолевая трудности на жизненном пути, он научился, как ни странно, быть оптимистом. Жизнь сильнее и правее всех наших теоретических построений и догадок, и всякого, все, что вокруг набирается. Мы должны смотреть более прагматично и более оптимистично. Будущее. Жизнь выровняет нас. Продолжаем выпуск. Улицу Матросова в Тараклее не ремонтировали со времен Советского Союза. Местные жители говорят, что по такой дороге сложно было пройти даже пешеходам, не говоря уже и о движении транспорта. И лишь недавно по инициативе примара Вячеслава Лупова здесь стартовали ремонтные работы, которые планируют завершить за два месяца. Разбитая дорога, где сплошь ямы да выбоины, засыпанные щебенкой. Так выглядела улица Матросова до начавшегося ремонта. По ней до сих пор невозможно было ни пройти, ни проехать, рассказывают местные жители. И подчеркивают, что так она выглядела долгие годы, еще со времен Советского Союза. Люди со слезами на глазах смотрели на то, как преображается участок дороги в их родном городе. Ямы большие, машины, грязь очень большая, детям очень тяжело было ходить в школу. Часть дороги может быть чуть лучше была, но вниз, когда идет, там ужас очень большие. Прямо до оврагов образовывалось. Мы ездили вот очень плохо, даже думал менять машину на трактор. А сейчас вот есть надежда, что идут улучшения. После долгих лет ожиданий, наконец, сбудется мечта местных жителей. После того, как премиария объявила тендер, его выиграл один из частных подрядчиков Тераклии. Директор фирмы рассказал, что и сам раньше жил на этой улице. И пообещал, что качество выполненных работ по ремонту дороги будет на самом высоком уровне. Первым делом займутся канализации, после чего начнут асфальтирование и бетонирование. 18 сантиметров будет щебня, два слоя будет асфальт, 6 крупнозернистых, получается 6 сантиметров, мелкозернистых будет 4 сантиметра. И с обеих сторон будут бордюры. Протяженность участка дороги более одного километра. Работы будут выполняться в соответствии с европейскими стандартами. На данный момент у нас работает 6 человек. Уже дальше мы будем смотреть по обстоятельствам, увеличивать количество людей в зависимости от работы. С инспекции на место приехал и примар Тераклии Вячеслав Лупов, который пообщался с жителями и подчеркнул, что это лишь начало инфраструктурных изменений в городе. Мы в прошлом году сделали несколько таких дорог. Продолжаем, идем по намеченному плану. В первую очередь надо сделать основные дороги. Это так называемый скелет города, для того, чтобы и разгрузить его, и уже после этого можно будет делать прилегающие дороги. Работы планируют завершить за два месяца. Стоимость проекта превышает 2 миллиона леев. До сих пор, за два года, что у власти в Тераклии находится примар Вячеслав Лупов, в городе был отремонтирован ряд дорог, проведено современное уличное освещение, был открыт футбольный стадион и установлены уличные спортивные тренажеры. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире.